Привет, друзья! Значит, естественно, и всем это известно, что научная революция всегда опережает развитие человечности. Это и понятно. Но вот что происходит сегодня, и отчего у нас такая жизнь сегодня, и как можно быть устойчивым психологически в этих условиях. Я написал текст, потому что это очень был такой сложный анализ, разобраться во всех этих цифровизациях, химизациях, кукаризациях, контролях, проблемах, как освободиться от эксплуатации человека, как согласовать материальные и духовные ценности в обществе. В общем, это целая такая вот сложная тема. И вот прытки, управленцы, бизнесмены, военные и народ, который в этом находится. Научная революция создает изменение уклада жизни через этапы неопределенности. Это мы все знаем. А это точки бифуркации, в которых повышается роль личности. Вот кто будет лидером, он может в ту сторону и повести направление. Но надо не забывать, что роль личности и внутри вас есть. А как Христос говорил, Царствие Божие внутри вас есть. Но все внутри вас есть. Научная революция создала электрификацию. Если вы помните, Ленин говорил, что советская власть, это есть коммунизм или социализм, есть советская власть, плюс электрификация всей страны. Ну, потому что без научно-технического прогресса невозможно. Лампочка лича была в каждом доме и так далее. Потом Хрущев создал химизацию. Вы, наверное, помните, но я-то лично помню, когда вместо химизации создали кукуризацию. Кукуризацию, это было, когда Хрущев, узнав, что в Америке, значит, кукуруза, по научным исследованиям, там отходы кукурузы, зерна кукурузы, листья кукурузы, все может быть полезным. Он привез в Советский Союз, значит, кукуризацию. Ну, опять же, это на базе научной революции. А как же? А вот эта вот электрификация, мы знаем до сих пор, как это полезно. Потом создалась энергетика атомная. Каждый век создаётся через перемены использования различных форм энергии. Механическая энергия, потом атомная, ну, электрическая была, потом атомная. Потом, значит, сейчас создалась компьютерная, компьютерная цивилизация. Но компьютерная цивилизация, естественно, сразу тянет за собой, естественным образом, цифровизацию. Почему? Опять же, это происходит через точки бифуркации. Всё зависит от лидеров, которые, ну, как я сказал, управленцы, бизнесмены, военные. Ну, кто более активен, кто более быстрее сориентируется, разберётся в ситуации. Ну, вот компьютеры, а тут что должно быть? Конечно, цифровизация, потому что компьютеры без цифр не работают. Поэтому создалась цифровизация. Это всё закономерные процессы эволюции и развития человечества. Но, поскольку есть народ и есть эти предки и управленцы, которые используют добро во зло, ради власти и прибыли, и необходимого для этого контроля. В настоящее время переход цифровизацию – точка двойной бифуркации. Потому что в назревшую проблему потребности согласования материальных и духовных ценностей, где нет эксплуатации человека. А деньги из валуна, которые катили из дома в дом, оплачивая услуги тысячу лет назад, постепенно же эволюционируются, оптимизируются в монеты, а потом в цифры. И трансформируются теперь вот в контроль, потому что вот кроме народа, людей, так сказать, существуют вот прыткие управленцы, бизнесмены, военные, военно-промышленный комплекс. Ну а как же? У людей, давно забывших страх, это очень важная проблема, что вот люди годами жили без страха, например, можно ли у них включить страх? Да, конечно. Как только появляется эта точка бифуркации, то есть неопределенность, включается инстинкт выживания. Да, естественно, он связан со страхом, потому что человек очень мобилизуется, как солдат на фронте, готовый ко всему. У него же стресс, это что такое? Стресс у него в первой фазе мобилизация. Да, мобилизация, потом идёт адаптация, потом идёт утомляемость, истощение и так далее. Ну, теорию стресса в селе, посмотрите. Поэтому сразу появляется страх. Как только появляется неопределённость, включается инстинкт выживания, естественно, возникает страх. А вот эти притки, управленцы, бизнесмены, те, которые добро вот это всё, вот этот прогресс, и компьютеры, и цифровизацию, и химию, и электричество, и всё новые и новые научные, революционные достижения, моментально могут обращать себя на пользу для бизнеса, для контроля и так далее. Поэтому не нужно смешивать всё в одну кучку. Цифровизация – это хорошо, как и любой инструмент, как и стакан, как говорил Ленин, им можно по голове дать, а можно воду пить. Конечно, цифровизация – это хорошо. Куда мы денемся без цифровизации? Опять будем валун этот, что ли, толкать? Поэтому надо бороться не с цифровизацией, а вы, люди, в каждом из вас личность, личность, роль личности в этой точке бифуркации, от неё всё зависит. От неё зависит, куда пойдёт направление. Поэтому я предлагаю вам использовать как раз-таки механизмы, которые помогают нам вот это лишнее напряжение, страх, использовать для собственной пользы. Ну, трансформировать этот страх. Вот у меня был друг сегодня, он мне говорил однажды, когда он узнал, ему по телефону сказали, что его сын попал в тяжёлую ситуацию, а он сидел с друзьями, он сидел с друзьями, там садики в каком-то, они там пили вино, они там разговаривали, такое место спокойное, тихое, и когда он узнал, что у сына такая проблема, он говорит, у меня такой стресс был, что я, говорит, вот этот забор, который стоял, я, говорит, его перелетел, перелетел. Потом я, говорит, думал, как я это смог сделать? Вот если бы сейчас были Олимпийские игры или чего-то, я бы вот такой прыжок бы сделал, я бы, говорит, не сделал. А я говорю, вот знаешь, у тебя же в природе это было, момент, когда стресс, страх, что с сыном что-то случится. Почему у тебя энергия эта пошла на решение вопроса? Ты перепрыгнул, доехал до сына, помог там и так далее. Потому что был адрес, адрес, куда эта энергия стресса, страха трансформировалась на действия полезные. То есть было ради чего, было ради чего. Поэтому я как раз-таки на вебинаре, который у нас будет в субботу в 20 часов, Конечно, большая часть там будет посвящена тому, чтобы выйти на состояние нуля, это состояние безмятежности, состояние глубинного покоя, глубинной такой уверенности. Уверенности, да. В этом состоянии нуля, чтобы мы сделали через него перезагрузку мозга, чтобы мы ко всем стрессовым ситуациям относились как к помощнику. Ну, нам не надо через заборы перепрыгивать. Ну, например, какие-то задачи у нас есть, которые нерешенные, и до которых руки не доходят, чтобы решить. Или мы сомневаемся в себе, или проекты какие-то. Чтобы мы заранее эту задачу себе, как образ будущего, как мечту сформулировали, на тот случай, если у вас захватит стресс, чтобы вам в этой точке, точке бифуркации, в точке наивысшего напряжения вспомнить эту задачу. А это мы как раз-таки специально будем показывать, как это делается на вебинаре, чтобы вы могли не растеряться, когда у вас страх и неопределенность какая-то. когда что-то не так, вы ждали, что так, а так не так, что-то там вплоть до того, что там мычку уронили, или стакан, или очки, и растерялись. А чтобы сразу вспомнили, как это здорово, страх! Это ж такая энергия! Такая энергия, что он даже перелетел в высоченный забор. Конечно, и вот вы сможете любую задачу, вспомнив, все дело в том, что если вы, когда находитесь в состоянии невротическом, когда вы находитесь в состоянии стресса, а еще в высшей точке страха, не имеете адреса, куда перенаправить эту энергию, она вас разрушает. Поэтому это очень важно вам заранее, до вебинара, а я говорю о психологической подготовке к вебинару, потому что после вебинара вы сможете любой стресс, как энергию, направлять на решение ваших нерешаемых задач и вопросов в самых разных областях жизни, от личных отношений до несчастной любви, до написания стихов и так далее. И вы будете искать стресс. Вы представляете себе? Не сторониться стресса, не бояться стресса, а искать стресс и радоваться, когда он возникает, потому что в этот момент у вас тут же в памяти будут всплывать ваши задачи, моментальное напряжение будет снижаться, а задачи будут потом лучше решаться. Это же чудо. Это научный прогресс. Научная революция. Так что давайте, чтобы не захватили эту нашу находку, опять прыткие управленцы, бизнесмены, военные, и оставили народ опять в том же положении. Давайте вы быстрее, вы первые, потому что от роли личности зависит наша сегодняшняя жизнь. Продолжение следует...